Ссылка в описании под видео. Это было несколько лет тому назад, в тот год я родила долгожданную дочку, муж устроился на престижную работу, все в жизни складывалось удачно до такой степени, что боязно было сглазить. «Была морозная зима, и мы узнали, что в деревне под областным центром умерла моя двоюродная тетя, а так как она была одинокой, то дом и участок автоматически достались мне в наследство. Мы с мужем нарадоваться не могли, всегда мечтали о даче. Было решено летом всей семьей отправиться на месяц в деревню, разведать обстановку, посмотреть дом. Муж по такому случаю запланировал отпуск на работе. Наступило долгожданное лето, приехали в деревушку. Первое впечатление было не ахти, участок, заросший высокой травой, покосившийся забор, мрачный одноэтажный дом с темными и грязными окнами, который был построен в послевоенное время. В доме витал жуткий смрад, пахло сыростью и тленом. Я поняла, что не гоже маленькому ребенку находиться в таком месте, поэтому было решено открыть в доме все окна и двери, чтобы основательно проветрить. Весь день суетилась, убиралась в доме. Муж косил траву на участке. Познакомились с соседями. Прекрасные люди, за исключением одной старушки, участок которой находился сзади нашего. Она сразу мне не понравилась. В ответ на мое приветствие, она молча юркнула свою избушку, громко захлопнув дверь. Старуха с тщедушным тельцем, бледной кожей с седыми волосами и неестественно черными, как уголь, глазами. Одета была в изношенный дореволюционный сарафан. Голова покрыта узорчатым платком, а на плечи была наброшена шерстяная шаль. Позже я узнала, что недобрые слухи ходят о бабке. Никто уже и не помнил, как она появилась в деревне, сколько ей лет. Только поговаривали, что она ведьма, нелюдимая с недобрым взглядом. Соседи всегда ее сторонились и даже побаивались. Но я во всю эту мистическую чушь не верила. Подумала просто, что бабка с придурью. Бывает в ее-то возрасте. Лето было в самом разгаре. Муж каждый день ходил на рыбалку. Я хлопотала по хозяйству, дочурку нянчила. Доча наконец уснула. Я решила позагорать, пока муж в очередной раз был на пруду. Поставила возле покосившегося забора раскладушку. Сняла лифчик и придалась благостному солнечному теплу и свету. В полудреме услышала шелест травы. Открыла глаза и вскрикнула от неожиданности. В заборную щель на меня уставился черный глаз. От испуга я слетела с раскладушки. А человек за забором сиплым и гнусавым голоском проговорил. «Лежишь, бесстыжая!» Телеса свои выставила. «Совсем вы городские совесть потеряли. Одни шлюхи кругом!» Не помню, что я наговорила ей в ответ. Помню только, что обматюкала и поспешила скрыться в доме. А бабка что-то шипела за забором. И кидала на наш участок какую-то траву. Весь оставшийся день я была на взводе. А тут еще соседка рассказала, что, оказывается, старуха и тетка моя враждовали. Вроде бы не поделили клочок земли. На память пришел рассказ местных жителей о том, что тело моей тетки было обнаружено зимой на чердаке. Тетка была одета в старую шубу. И в неестественной позе умерла в углу чердака, как будто пряталась от кого-то. Но от кого? История эта с новой силой волновала меня. И я, дождавшись на конец мужа, смогла немного успокоиться. Той ночью долго не могли заснуть. Лялька кричала, как одержимая. И только после двухчасового щебетания на дне, наконец, уснула, дав нам с мужем возможность поуютнее гнездиться в кровати. Спала я неспокойно, изредка просыпаясь для того, чтобы отогнать от себя комаров. В одно из таких мгновений я услышала шорохи. Окинула комнату взглядом никого. Прислушалась и поняла, что шорохи и монотонный скрежет доносятся с чердака, как будто кто-то царапает когтями по деревянному полу. «Чертовы крысы!» – подумала я. Долго не могла уснуть. Толкала мужа. Но он лишь что-то невнятно промычал и, повернувшись на другой бок, сладко засопил. Три часа ночи. Леденящие душу шорохи не стихают. Подошла к окну и увидела свет в окне у старой ведьмы. Причем свет такой приглушенный размытый, как будто свечи жгут. «О, дура старая!» – подумала я и легла в кровать. На следующий день к нам во двор пришла кошка. Очень худая, с серой облезлой шерстью, на которой местами были выдраны клочья. Мы стали ее прикармливать. Кошка странная какая-то. В руки не дается. Осядет поодаль и смотрит на меня пристально с прищуром. Это начало вызывать во мне жутковатые ощущения. Решила кошку в дом больше не пускать. Ночью проснулась от того, что кто-то скребется под входной дверью и мурлычет. Причем мурлыканье такое хриплое монотонное. Через полчаса вроде все стихло, и сладкая дрема вновь овладела мной. Но ненадолго. Оглушительный плач ребенка разбудил меня и мужа. Побежала к люльке и успокоила. А когда возвращалась в спальню, то вздрогнула от неожиданности. На карнизе за окном сидела кошка и смотрела на меня своими светящимися недобрыми глазами. В раздражении я задвинула шторы и бухнулась в кровать. Наутро обнаружила на лице огромный прыщ. Подумала еще, откуда ему взяться. Вроде бы на чистом воздухе в деревне. Фрукты, овощи. Не придала особого значения. Следующей ночью проснулось чувство покалывания на груди. Как будто кто-то переминает лапками. И опять это мурлыканье. Открыла глаза и увидела перед своим лицом довольную морду кошки. С испугу я подскочила и завизжала, как раненый зверь. Кошку вышвырнула из дома. Ошарашенный муж еще долго успокаивал меня. Когда на следующий день анализировала ситуацию, то не могла понять, как кошка могла попасть в дом. Ведь входная дверь была закрыта, а на окнах неповрежденная сетка от комаров. Обыскала весь дом. Никаких лазеек. Мне стало страшно. С каждым днем мне все труднее и труднее было просыпаться. Я с неимоверным трудом поднималась с постели. Было ощущение, что ночью по мне рота солдат маршировала. На расческе стало оставаться все больше и больше волос. Сыпь на лице. Ломота во всем теле. Аппетит пропал. Я постепенно превращалась в развалину. Муж стал делать замечания по поводу моей внешности. Кошка была как тень. Она была повсюду. Не давала проходу. Пыталась ее прогнать, но бесполезно. Подметила, что шерсть у кошки стала ухоженной. Прямо лоснится. Внутренний голос подсказывал мне, что тут что-то не так. Но телесная слабость не давала ясно мыслить. В ту роковую ночь ничто не предвещало беды. Я уснула так крепко, как не спала уже давно. Да и кошка не показывалась на глаза уже два дня. Проснулись с мужем от нестерпимого крика нашей малышки. Забегаем в детскую. А в люльке кошка с диким визгом кусает ребенка. Увидела нас. И голопом к приоткрытой входной двери. Но как? Ведь дверь мы запирали. Я ребенка на руки. И бегом фельдшеру, благо живет недалеко. А муж в бешенстве спотыкаясь спустился за этой гадиной. Слава богу, что с ребенком оказалось все в порядке. Сделали укол и перебинтовали ручку. Муж вернулся домой запыхавшийся и с красным лицом. Спрашиваю, что с ней. Убил, говорит. Мне даже жалко ее стало. Эту ночь я не забуду никогда. На следующий день деревню потрясла новость. На засеянном пшеницей поле неподалеку от деревни нашли труб бабки-соседки с проломленной головой. Дом и участок мы, конечно, сразу же продали. Но с тех пор со мной стали происходить еще более странные вещи. Каждую ночь меня будет мурлыканье. Жуткое мурлыканье в темной комнате. На дворе 21 век. Осельчане из маленькой мордовской деревеньки Мариуполь Большеберезниковского района Мордовии не могут расстаться со своим прошлым. Они до сих пор боятся прогневать давно умершую баронессу Варвару фон Верман, бывшую владелицу этих земель. Причем достоверных сведений о барыне практически не сохранилось. Все рассказы о ней переходят в Мариуполе из поколения в поколение. «Моя мама мне о барыне много чего говорила», вспоминает сельчанка Анна Танаева. «Она здесь церковь красивую построила, и не только наши деревни владела, но и окружными. Называла она деревни в честь своих детей. Николаевка, Елизаветенко, Петровка, Марьяновка, Варваренко». Мариуполь назвали в честь Марии Федоровны Архиповой. Она была любовницей Николая, сына баронессы. Пылкий любовник приезжал в село редко, но построил для подруги несколько домов. Его мать осуждала эту связь. Спустя несколько лет после близкого знакомства с Николаем, Марья уехала в Симбирск и завела себе другого любовника. Измена продолжалась всего несколько месяцев. Марья Федоровна скончалась после аборта. Николай решил похоронить ее на своем семейном кладбище. Хоронили ее в родном селе с невероятной помпой. Кони с попонами, дороги в юловых ветках. Как только телега с гробом подъехала к селу, там зазвонили в колокола. Похоронили ее в церковном фундаменте рядом со склепом умершей ранее баронессы. Доподлинно известно, что Верман и баронский род, происходящий от рижского купца Иоганна Вермана, пожалованного в баронское достоинство в 1859 году грамотой с акценко-бурготского герцога Эрнеста II и признанного в России высочайшим указом 21 августа 1860 года. Сама Варвара Верман, урожденная Куприянова, появилась на свет в 1823 году. По рассказам сельчан, женщиной была властной не терпящей неповиновения. Крестьян особо жестоко наказывала за вороство, кого забивали, кого на кол сажали. И перед смертью якобы предвидела, что родовой склеп будет разграблен. Поэтому, находясь на смертном адре, бароня прокляла всех тех, кто посигнет на родовой склеп и на ее могилу. Умерла она в 1889 году. На ее могилу установили огромную гранитную плиту, соответствующую надписью. С тех пор сельчане регулярно молились за покойную, а склеп обходили стороной. Даже в родовом имении Верманов дежурили сторожа, которым члены высокопоставленной семьи пересылали с посыльными надлежащее вознаграждение. Но потом грянула революция, и сами же сторожа первыми принялись растаскивать барское имущество. Когда от имения не осталось ничего, забрали все до последнего гвоздя. Сельчане взялись за церковь и, разумеется, за родовой склеп. Все в одночасье стали считать себя атеистами. «Я сам мальчишкой спускался в склеп», – рассказывает сельчанин Валентин Макеечев. «Скрепки на гробах все отогнуты, уже были. Кости внутри лежали вперемешку, а среди них толстая каштановая коса. Рядом с гробами надгробия валялись. Мне стало жутко, и я убежал. А моя бабка все молилась и твердила, что Варвара не простит этого, ведь перед смертью сама грабителей проклинала». По словам Макеечева, крестьяне не брезговали ничем. Снимали дорогие рясы с останков похороненных священников и шили из них себе одежду. Особенно красивые гробы забирали к себе в амбары и складывали туда зерно на хранение. Надгробные плиты для красоты стали ставить на огородных участках. И того хуже, у крыльца, чтобы вытирать о них ноги. Плиту с могилы баронессы вытащили на пригорок возле церкви. Колокол к тому времени с церкви уже сбросили и вывезли. Остался только язычок. И мариупольцы крошили гранит. Дети на игрушки. Взрослые на стеклорезы и кремень. «Дядька Василий Михайлович несколько раз заставлял меня откалывать от плиты куски», признался Макеечев. Стучал ими друг от друга и приговаривал «Ленин Сталин, дай огня». Потом приехали в Мариуполь изыскатели-бурильщики. Один жил на квартире у мариупольца Алексея Архипова. В то время Алексей отстраивал для своей хаты новое крыльцо. «И чего ты будешь материал переводить?» Удивился тогда его постоялец и приволок вместо очередной ступеньки над гробную плиту покойной баронессы. С тех пор в доме Архиповых начались одни неприятности. Сначала передохла вся скотина в доме. Потом маленькая дочь умерла. Слег и сам хозяин. В конце концов Алексей Михайлович нанял людей, чтобы те отволокли плиту подальше от греха. «И у нас ведь в доме плита кого-то из верманов лежала», вспоминает Анна Танаева. «Вот пятеро ребятишек и заболели тифом. Тогда это неизлечимым было. Только двое и выжили. Ну и я тоже. Я плиту потом убрала, шифером накрыла и обхожу стороной». Подобных историй в деревне множество. Когда люди решили, что им мстит покойная барыня, стали от надгробных плит избавляться. А других строений из разграбленных материалов избавляться не пришлось. Выстроенный из церковных досок мост несло течением. Когда поставили второй, тоже из досок от разграбленной церкви, он рухнул, не простаяв и месяца. Больше сельчане мост не строили, боялись. И с тех пор, как жили в страхе перед духом Варвары Верман, так и по сей день живут. Долгое время они боялись даже имя ее слух упомянуть, если бы не случай. Районы и власти решились вдруг построить деревни мост, соединяющий другие улицы с улицей Барская. Здесь протекает речушка и проехать невозможно, поэтому приходится искать окольные пути. Изыскали деньги и материал. Экскаваторщики уже принялись за работу. Как вдруг, снимая верхний слой почвы, они наткнулись на гранитную плиту с надписью Варвара Павлана фон Верман, урожденная Куприянова. Строительство сразу же прекратилось. Мостовики отказались вынимать плиту из земли, а именно она препятствовала дальнейшим работам. «Нет уж, не хотел я, чтобы руки у меня отсохли», – вспоминает экскаваторщик Михаил Шишканов. «Мне какая-то пожилая дама всю ночь снилась, да и плита это тоже, когда ее еще не раскопали». Как не уговаривали сельчан местные власти в необходимости строительства, все только отмахивались. «Но вас от греха подальше, опять на нас проклятие Варвары наводите», – говорили они. Чиновники хватались за головы. На помощь им пришел настоятель здешней церкви, отец Владимир. «Не избавитесь вы от проклятия, пока надгробие на место не установите», – обратился он к сельчанам. «Да Господу помолитесь, чтоб простил и вас, и ваших предков, которые все эти бесчинства творили». Священнослужители читали молитвы, а приглашенные со стороны строители перевезли плиту туда, откуда ее когда-то взяли. От старой церкви и склепа на прежнем месте, конечно, ничего не осталось. Надгробие установили на примерное место захоронения, совершив все необходимые обряды. Сразу после этого скончался последний владелец плиты, который до сих пор лежал сломленной неизвестной болезнью. Он не мог существовать нормально жизнью, а смерть к нему не приходила. Вот и отмучился, никак простила его Варвара. Пошли по деревне слухи. Мост отстроили, но мариупольцы до сих пор не могут спать спокойно. Каждый стремится положить к надгробию вермам цветы и постоянно поминает ее имя в своих молитвах. Они до сих пор боятся ее проклятия. Субтитры создавал DimaTorzok